Ну все, Катюк, завязывай, давай. Прекращай делать вид, что разбираешься в искусстве. В смысле? Ну в смысле, ну я ж тебя знаю, ты с таким лицом и на слипшихся собак смотришь. И беременна в 16. Валера, я так не делаю, во-первых, во-вторых, я наслаждаюсь искусством. Потому что надо одухотворяться, надо прикасаться к великому, надо становиться элитой какой-то. Да, а ты, мотня, тупорылая, мне мешаешь. Мы все ближе и ближе к элите, Кать, действительно. Наконец ты показала свою настоящую сущность, а то стоит такая вся одухотворенная, возвышенная, как в черно-белой рекламе Диор, типа, ага. Валера, я тебе серьезно говорю, мы в Москве живем, а к искусству прикасались один раз, когда ты случайно по пьяни на угол гнесинки наблевал. Во-первых, это из-за того, что мы тогда прикоснулись к высокой кухне, долбаные рапаны. А во-вторых, Кать, я ж не осуждаю, я не говорю, что это плохо, ну, типа, развиваться это круто. Ну, просто мы сейчас не разбираемся в искусстве, нам надо подучиться как-то, чтобы его понимать. А ты, извини меня, думаешь, что Ваня Дмитриенко – это новый Джон Леннон. А это дело вкуса, Валерий. Какое дело? Хорошо, давай, вот смотри, что ты видишь на этой картине? Ой, ну что-то без этого вот. Хорошо, яблоки. Яблоки. И я вижу яблоки. А называется она «Смерть епископа», прикинь? Но, может быть, он просто хотел… Не-не-не, давай не будет выдвигать теории человек, который думает, что Джоконда – это соперник Годзиллы. Я хотя бы пытаюсь что-то разобраться. Пытаешься. Вот сюда пошли. Что это? Корабль. Корабль. Большой, красивый корабль, действительно. Но я видел корабль и покрасивее. В коридоре Холиды Ина. Там висела тоже картина, мне так понравилось. Не, может, я устряпанный был, просто я так залип, там и волны, и чайки, и все такое цветное. Но только эта стоит миллион, а та стоила мне 700 рублей, и то из-за того, что я стики об нее тушил. И вот в чем разница? Вот, пожалуйста, мы находимся в третьем павильоне выставки художника Сушина-Остапова. Прошу. А, вот сейчас я тебе докажу, Валера, что в искусстве разбираться очень просто. Надо только захотеть. Я прошу прощения, а вы не подскажете, в чем смысл вот этой картины? А вы платили 500 рублей за экскурсию? Нет, мы не платили. Тогда это корабль. Так, ладно, а если мы заплатим 500 рублей за экскурсию? Это корабль. Это корабль. Супер, Катюх. Лучшее вложение вечера? Просто когда именно про эту картину в университете рассказывали, меня там не было. Я на борьбу ходил. Может, вы тогда хотя бы деньги вернете? Никак не могу. Войдите в мое положение. Я просто точно придумал, на что их потрачу. А, ну да, вошли. Так, дорогие друзья, пройдемте обратно во второй павильон, там замечательный кондер. Пройдемте. И судя по твоему самодовольному лицу, Валера, я так понимаю, на балет мы через две недели тоже не идем, да? Не, не, не идем. На балет не идем, в оперу не идем, в филармонию не идем. Мы вообще не идем в места, где мне стыдно сдавать свою куртку в гардероб. Ну, значит, я буду ходить одна. Не, 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 этот вариант тоже нас не устраивает. Знаешь, почему? Ну, вот подумай, что может быть хуже непонятной чухни? Понятная чухня? Непонятная чухня в твоем пересказе, Кать, дома. Я видела, они такие сверху спускают, и это сбоку, и оно фиолетовое, все. Я так не говорю. И такое отблески, отблески, отблески. Я так не говорю. Говоришь. Ладно, Кать, вот давай этот пассажир нас рассудит. Он, видно, такой в искусстве разбирается, знает братьев Карамазовых и не знает братьев Гаязовых. Здравствуйте. Здравствуйте. Цицерон Артемович Вязьма. У меня есть двушка в центре Питера, потому что мой прапрапрадед по выходным любил наяливать одной купчихи. Кать умеет, да, Кать? Ты тоже первый раз Артемовича видишь? А тебя эта информация удивила. Это удивительно. Я Валера. Я по сморканию в себя понял, что вы Валера, да. Какие у вас проблемы? Да я вот жене объясняю, что чтобы приобщиться к искусству, его надо изучать. Именно. Именно. Искусство – это материя. Материя? Кать, прикинь, это материя. И нельзя вот так взять и решить, что ты разбираешься в искусстве, понимаете? И нельзя, блин, и нельзя, он говорит, что ну вот так вот. Я слышу. И вот вообще рекомендую вот таким абрыганам, как вы, не подходить к произведениям искусства. Вот, видишь, Кать? Подожди, дружище, в смысле абрыганам? Ну, в смысле просто, ну, я ж вижу, вам вот сейчас нужно пьяными с электросамокатами в москворяке купаться, понимаете? А не вот здесь ходить, глаза мозолить, как бачеркаша на белоснежных трусах Келвин Клайн. Валер, давай уйдем? Давай уйдем просто. Вот послушай, пожалуйста, свою вот эту вот, не знаю, чиксу. Или как вы называете тех, кто вам за пиво с фисташками детей делает. Давайте, садитесь в свою подземную колесницу и езжайте по оранжевой ветке, пока на свае штырит. Давайте. Давай, опа. Хоп, хоп, давай. Дождь, друг, друг, вопрос. Ты почему с нами разговариваешь, как Никола Тесла с Олегом Монголом, извини? Да, мы не супер какие-то образованные, мы обычные люди, середнячки такие, понимаешь? Ну, мы не знаем, что такое агломерация, но зато в курсе, что Менделееву таблица во сне пришла. Понимаешь, мы вот такого уровня. И что, мы плохие из-за этого? Ну, конечно, ну, вы не виноваты, что вы такие. Просто я хочу объяснить, что, ну, между нами разница, как между небом и говяжьей лепешкой, понимаете? Валера. Свежей, свежей, лепешкой. Да, я... Ты что, убил его? Кать, ты что, прикалываешься? Какой убил? Ты мои руки видела? Я двери так синий с первого раза закрываю. Скорей, скорее. Посмотрите, как это гениально, а? Это гениально. Это был арт-перформанс от художника Цицерона Артемовича Вязьма под названием «Безумство низших классов». Спасибо, спасибо, друзья, спасибо. И вам, Абрыганы, спасибо, Абрыганы, спасибо. Давай, вы прикоснулись к искусству, Абрыганы, молодцы. Все, идем дальше, дальше я кровью из носа напишу свой автопортрет на кове Ясеня. Пойдемте, пойдемте. За мной, за мной. Я еще в сто лет зайду, и потом пойдем, да. Придурок, прикоснулись бы нам. Может, искусство – это правда не наше, Валер? Да ладно. Может, наше – это скорее с раздутыми от пива пузанами Джона Вика смотреть? Вот сейчас ты очень вкусно рассказала. Погнали домой, Заяц. Вот это наше. Желающих попасть в это шоу становится все больше. 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 И больше. Новая «Битва экстрасенсов». 23 марта в 19.30. Премьера на ТНТ. Больше. Большое. Субтитры сделал DimaTorzok